Добрый вечер! В эфире Вестник Городской Думы в студии Евгений Макитрюк. Доходы и расходы на три года вперед планируют городские депутаты. На этой неделе они приступили к обсуждению бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Какие темы успели обсудить на первом заседании и как обычные благовещенцы могут поучаствовать в распределении городских средств, расскажет наш корреспондент. Доходов в городском бюджете в 2014 году, скорее всего, будет почти на 5% больше, чем планировалось. В первую очередь за счет увеличения налоговых поступлений, в том числе НДФЛ и других. В связи с изменением налогового законодательства 2013 года в городской бюджет в полном объеме с 2013 года стали поступать. Первый – это доходы от патентной системы налогообложения. Дальше – налог по земельным участкам ограничен в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти и другие дополнительные доходы позволят сделать бюджет менее дефицитным. Причем, по прогнозам экономистов, уменьшаться дефицит будет с каждым последующим годом. Дефицит на 2014 год запланирован в объеме 9,05%, на 2015 год – 7,02% и на 2016 год – 5%. Минимизировать дефицит каким еще образом? Ну, кроме увеличения налогового банка. Какие еще источники у нас? Как пояснили специалисты финуправления, в снижении дефицита, а значит и долговой нагрузки на бюджет не последнюю роль, сыграет оптимизация расходов. Ведь с этого года основной финансовый документ принимается с расчетом на среднесрочную перспективу, то есть на три года. По словам народных избранников, это нововведение, хотя и требует большего труда, должно себя оправдать. Теперь легче планировать долгосрочные проекты. Ну, а направления расходов остаются прежними. Бюджет города был, есть и будет социально направленным, говорят депутаты. Других расходов, коммерческих, я бы так сказал, нет в бюджете. Бюджет у нас всегда направлен для людей, использования денег. Это дороги, это образование, это строительство новых детских садов и содержание их. Других направлений в бюджете нет. Пока в Думе рассмотрели проект бюджета в общих чертах. К обсуждению конкретных цифр статьи перейдут на следующем заседании. А горожане тоже смогут приобщиться к этому процессу до 21 ноября. От всех желающих принимаются заявки на участие в публичных слушаниях. Подать их можно в письменной форме по адресу Ленина, 133, кабинет 112. Сами же слушания пройдут 26 числа. Провести в декабре международную ярмарку и организовать обмен опытом между спасателями. Таковы основные договоренности, которые были достигнуты в ходе визита к нам делегации народного правительства Хэйхэ. Подробнее в следующем материале. Единая дежурная диспетчерская служба в управлении по делам ГО и ЧС города. Этот объект китайских гостей интересовал особенно. Ведь Благовещенск тут как на ладони. Вот, например, дежурный диспетчер фиксирует аварию на Ленина. От всевидящего ока вряд ли ускользнет какое-то происшествие. То, что за городом и его окрестностями следят 72 видеокамеры, для благовещенцев давно не новость. А вот власть их и немало удивились. Говорят, у них тоже есть система уличного наблюдения, но далеко не такая обширная. 60 камер – это видеокамеры, которые наблюдают за криминогенной обстановкой и за местами массового скопления населения. То есть это антитеррористическая деятельность и также обстановка, вообще общая обстановка на территории города. Остальные следят за территорией вокруг Благовещенска, чтобы вовремя засечь лесные пожары и другие опасные природные явления. Как налажены и наблюдения, и оповещения, и действия спасателей в условиях ЧАЭС, гостей интересовало буквально все. Ведь различия в работе наших чрезвычайных служб, по словам заместителя мэра Хэйхэ, довольно существенные. В Благовещенске все вопросы, связанные с ЧАЭС, курируют одна служба, а у нас разные. Так что это хороший опыт, который мы могли бы перенять. А еще мы приглашаем наших благовещенских коллег к себе на такую же экскурсию и обмен опытом. Ведь Благовещенские Хэйхэ проводят очень много совместных мероприятий. И это чрезвычайно важно, чтобы мы могли вместе обеспечивать безопасность наших граждан. Благовещенские спасатели приглашение приняли с удовольствием. Интерес посмотреть на работу коллег с противоположного берега у них имеется. Какая техника, какое оборудование, какое оснащение, на сколько дней они могут автономно работать, ребята спасатели. У нас на трое суток все нормативы заложены. К сожалению, ЧАЭС показала чрезвычайную ситуацию, что на трое суток это маловато. Секретных данных никаких нет. У нас, наверное, одна и та же, если у них такие спасатели. Задача и работа – это спасение людей. Помимо управления по делам ГО и ЧАЭС, делегаты посетили прогимназию. Здесь учителя и дети поговорили с ними по-китайски. Ведь этот язык в учебном заведении изучают в самых ранних лет. А еще удивили комнаты релаксации. В ходе же протокольной встречи за круглым столом стороны договорились о проведении очень важного для обоих городов мероприятия – международной выставки-ярмарки на острове Большой Хэйхэ. Они хотят провести выставку-ярмарку в декабре месяце. Мы поддерживаем их, поэтому это такая встреча предварительная. На какие намерения, насколько мы готовы к этому. Мы поддерживаем эту инициативу и их дальше будем прорабатывать. Кстати, амурским производителям, которые примут участие в ярмарке, не придется платить пошлины за вывоз своего товара в Поднебесную. Об этом стороны также договорились. Амурские коммунальные системы терпят убытки из-за заниженного норматива по водоснабжению и водоотведению. Его в области установили в прошлом году на основании неверных расчетов. В этом уверены коммунальщики. Со своей проблемой они в очередной раз обратились к депутатам городской думы. АКС просит возместить недополученные 80 миллионов из городского бюджета. Как, по мнению народных избранников, можно решить этот вопрос, расскажет наш корреспондент. Возместить свои недополученные доходы из бюджета города АКС просят депутатов уже не в первый раз. Однако на прошлом заседании народные избранники порекомендовали коммунальщикам попытаться опротестовать норматив, который, согласно независимой экспертизе, является заниженным. Подвижки в этом деле уже есть. Частично работа уже начата. Мы надеемся, что все-таки она принесет свои плоды. Но, учитывая все регламенты, осуществится это не ранее, чем февраль месяц. Тем не менее, у нас остаются убытки 2012-2013 года. У нас уже точно будут в первом полугодии убытки. Так что вопрос о возмещении убытков АКС не снимает. Впрочем, и городские власти принимать решения в пользу компании по-прежнему не намерены. Да, мы подтверждаем тот факт, что АКС имеет недополученные доходы ввиду снижения нормативов. Но, чтобы говорить об убытках, мы должны посмотреть расходную часть. В связи с чем мы в Амурских коммунальных системах запросили определенные данные. Однако эти данные в управление ЖКХ до сих пор не поступили. Почему представители Амурских коммунальных систем объяснить не смогли? Если фактически деньги не потрачены, то о убытках говорить можно и не говорить. Хотя власти не отрицают. Нехватка доходов ставит под угрозу реализацию инвестиционных программ АКС, важных для всего Благовещенска. В частности, строительство новых сетей. Здесь депутаты предложили коммунальщикам организационную помощь в ускорении согласований. Если этот путь не помогать АКС проходить документально, чтобы они потом освоили строительство, мы ставим под угрозу исполнение самой инвестпрограммы и доверие вообще к инвестпрограмме. Кому она нужна, когда она не исполняется. Поэтому давайте мы все-таки еще раз, если надо, мы в рекомендации давайте на главу направим письмо. Особый порядок рассмотрения документов, которые касаются исполнения инвестпрограммы. А вот требовать возмещения недополученных доходов, так же как изменение норматива, депутаты рекомендовали коммунальщикам у областных властей. Ведь именно они установили тот заниженный норматив, который действует сегодня. Еще три садоводческих товарищества обзаведутся названиями. Инициативу садоводов поддержали депутаты на очередном заседании комитета по соцвопросам. А кроме того, комитет подвел итоги своей работы за год. В том числе были сохранены льготы по проезду в автобусах садоводческих маршрутов для отдельных категорий граждан. На территории спорткомплекса «Юность» разровняли и заасфальтировали дополнительные площадки, где уже в будущем году можно будет играть в баскетбол и теннис. На это по инициативе комитета из бюджета выделили около 3,5 миллионов рублей. Также депутаты инициировали повышение зарплат работникам детских садов, в первую очередь тем, чьи оклады были самыми низкими. Для этого даже была создана рабочая группа. Очень долго мы обсуждали этот вопрос, но все-таки в результате чего повышение окладов произошло у нас. Но пускай, конечно, не всем категориям дошкольного образования, но в большей части. Там также благодаря работе этой рабочей группы совместно с комитетом повысились оклады и у работников культурной сферы. Также комитет курировал программу, которая начала работать в Благовещенске по его же инициативе три года назад – ремонт в квартирах ветеранов. Изначально на нее в 2013 году было выделено около 14 миллионов рублей, а в течение года добавилось еще 4 миллиона. А у меня на этом все. Увидимся в это же время ровно через неделю. Всего хорошего и до встречи.